Сочи выбрал своих депутатов в ЗСК. Голосование прошло без грубых нарушений. Выполнить свой гражданский долг помогли всем. Лауреатом премии «Репродуктивное завтра России» стал сочинский перинатальный центр. Диплом вручили на общероссийском семинаре. Художник из Перу раскрасит многоэтажку в Адлере. Чем еще запомнится сочинцам фестиваль молодежи, обсудили на заседании оргкомитета. Вольники со всей России собрались в Сочи. Турнир на призы президента городской федерации спортивной борьбы подвел свои итоги. На этой неделе президент России проведет в Сочи несколько рабочих встреч. Сегодня на курорт для встречи с Владимиром Путиным прибыл президент Молдовы Игорь Дадон. Главы государств намерены обсудить ситуацию в Приднестровье, а также провокации властей в адрес России. Напомню, с начала года правительством Молдовы был принят ряд антироссийских мер, среди которых отказ во въезде артистам отечественной эстрады и высылка пятерых российских дипломатов. А 13 сентября Владимир Путин встретится в Сочи с легендами хоккейной суперсерии СССР «Канада» 1972 года. Встреча будет приурочена к 45-летию турнира, поднявшего престиж советского хоккея. В Краснодарском крае выбрали депутатов законодательного собрания. Единый день голосования был назначен на 10 сентября. Свой выбор накануне сделал и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. На избирательный участок пришел вместе с супругой и детьми. Проголосовал глава региона по месту жительства в станице Динской на участке номер 1212 в одном из детских садов. Вениамин Кондратьев уверен, голос каждого жителя много значит, ведь сегодня кубанцы во многом определяют развитие края на ближайшие пять лет. На избирательный участок губернатор Краснодарского края пришел около полудня, но уже с самого утра туда активно приходили местные жители. Только за первые два часа работы было зарегистрировано около 250 человек. На избирательном участке всех встречали творческие коллективы, а для детей на площадке устроили игры и конкурсы. В Сочи выборы прошли во всех четырех районах курорта и признаны состоявшимися. Как прошел единый день голосования на курорте в материале Елены Овсяциной. По традиции избирательные участки Эксочи 222 открылись в 8 часов утра. Уже к 10 часам явка избирателей составила чуть больше 3 процентов. На наших избирательных участках в этом году применяется технология QR-кодирования, причем почти 100 процентов избирательных участков будут применять данную технологию. То есть по окончанию голосования при подсчете голосов будет составлен электронный протокол об итогах голосования, причем на каждом протоколе будет нанесен специальный машиночитаемый код. За ходом голосования следили почти 900 наблюдателей. Глава Сочи вместе с супругой в числе первых пришли на избирательный участок. Анатолий Пахомов отметил, насколько важны нынешние выборы. У нас много проблем, связанных с несовершенством законов, в том числе на уровне региона. Потому что мы сегодня, когда говорим о том, что вот вы знаете, не положено, не по закону, люди этого не понимают, они думают, ну поменяйте закон. А чтобы поменять законы, нужны депутаты, которые будут мыслить творчески и те депутаты, которые знают жизнь не понаслышке. Депутат Государственной Думы Константин Затулин проголосовал на участке 46-55 в здании Центра дополнительного образования СИП. Выборы депутатов ЗСК в его графике совпали с региональной недели и Затулин в этот момент находился в Сочи. Город Сочи в Краснодарском крае. И нам не безразлично, какие решения будет принимать законодательное собрание края. По целому ряду вопросов мы продолжаем адресоваться в край. И край является конечным пунктом трансфертов, которые выделяются федеральным бюджетом. Все избирательные участки города принимали заявки на голосование вне помещения, то есть на дому по уважительной причине. Из 103 505 избирателей таким правом воспользовалось тысяча человек. В частности, на участок 46-12, что на улице Гагарина 10А, поступили несколько звонков с просьбой организовать голосование на дому. Естественно, эти просьбы были удовлетворены. Даже если инвалид по зрению не смог отправиться на участок, его избирательное право было реализовано. Поднялось в это утро давление у Светланы Ивана Бельчич, но желание проголосовать было огромным. Пришлось звонить в избирком. Буквально через 10 минут члены выездной избирательной комиссии были уже в ее квартире. Проголосовала очень благодарна за внимание, за поддержку. А сочинские инвалиды-колясочники традиционно голосуют на участке 46-14. Это в кинотеатре Родина на Красноармейской. Здесь для них созданы все условия. Легко попасть на участок и для заполнения бюллетеней оборудованы отдельные места. Ежегодно, да, мы здесь голосуем на этом участке, потому что он наиболее приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Также здесь могут проголосовать не только люди с ограниченными возможностями движения, но и слабовидящие. И ежегодно на выборах мы с удовольствием принимаем таких избирателей, помогаем им в голосовании выполнить свой гражданский долг. В единый день голосования в Сочи общественной палаты города была организована специальная горячая линия. На нее поступало немало звонков. Ни один не остался без ответа. Людей в основном интересовалась справочная информация. Это процедура голосования, как проголосовать, где находится мой избирательный участок, что делать, если я переехал, изменил прописку, приехал из другого города, как мне следует проголосовать. Каких-то жалоб и звонков по нарушениям на горячую линию не поступало. Что касается выборов, по выборам велась тоже очень активная работа, разъяснительная работа для нашего населения. Конкретно в каждый дом, в каждый двор заходили мы и разговаривали, объясняли. В 10 часов утра сегодня были подведены предварительные итоги выборов депутатов ЗСК. По данным горосберкома, наибольшее количество голосов набрали кандидаты Алексей Руднев, Виктор Тепляков и Александр Звягин. Среди избирательных объединений лидирует Единая Россия. Порядка 70% проголосовавших отдали предпочтение этой партии. Явка в целом по Сочи составила чуть больше 30%. Наибольшая активность избирателей наблюдалась в Лазаревском районе и частично в Хостинском районе. Самая наименьшая активность избирателей по итогам голосования на выборах краевого парламента отмечена в Арлерском районе города Сочи. Грубых нарушений в ходе единого дня голосования зафиксировано не было. Были единичные жалобы со стороны избирателей, касающиеся включения их в список. Обработка протоколов в избиркоме еще идет. Окончательные итоги выборов депутатов нового состава Законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва огласят позже. Гелена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Итоги избирательной кампании подвел и губернатор края. Глава региона отметил, что все прошло спокойно в рамках действующего законодательства. Вениамин Кондратьев поблагодарил жителей Кубани, которые пришли на выборы. Не сомневаясь, что кубанцы определили именно тот состав депутатов, которому они будут доверять. Жители края уверены, что именно эти люди смогут представлять их интересы, принимать те законы, которые положительно скажутся на качестве жизни в регионе. Напомню, кубанцы выбрали депутатов Законодательного собрания 6-го созыва. Количество мест в парламенте сократится со 100 до 70. Политическая принадлежность не должна мешать интересам региона. Об этом губернатор Кубани заявил на встрече с депутатами Государственной думы от Краснодарского края. На федеральном уровне региональные инициативы отстаивают 17 народных избранников. На встрече обсудили самые острые для Кубани проблемы. Например, много вопросов накопилось в агропромышленном комплексе. Речь зашла о возможности наказывать сельхозпроизводителей за нарушение севооборота и нерационального использования земли. Говорили о том, как поддержать промышленный сектор. Коллеги, мы сегодня должны раскачать максимально, развить скорость экономики нашего региона. Максимально. Потому что сегодня полки от импорта на внутреннем и региональном рынке, и российском рынке уже практически свободны. И вот кто займет эти высвободившиеся места, это вопрос. Уже к нам. И все вместе мы должны на него сейчас ответить. Мы сегодня должны понимать, что мы сможем. И не только промышленность, все иные отрасли экономики, какие возможны в нашем регионе, давайте развивать. Также важно отметил Вениамин Кондратьев, чтобы велась совместная работа между депутатами Государственной Думы и Законодательного собрания края. Для нас очень важно, чтобы мы вместе понимали, что нам ждать от законодательства, которое очень важно, чтобы все-таки отвечало интересам регионов. Нам нужны те законы, которые можно реально притворять в жизнь, которые отвечают реально на те проблемы жизни, которые существуют. И это очень важно, чтобы мы сегодня двигались дальше вместе. У нас все-таки полноценно работает Совет законодателей в Краснодарском крае. Это впервые из практики, наверное. Мы один из первых регионов, который такой совет создали. У нас Законодательное собрание обновляется на 70% почти в этом году. Вы поймите, что ваши аппараты, ваши сотрудники отработают досконально вместе с комитетами Законодательного собрания. И мы очень хорошо выходить с инициативой от региона, когда регион выходит. Встреча депутатов Госдумы и главы региона продлилась три часа. В таком формате договорились собираться чаще. К другим новостям. В Сочи в результате камнепада в районе поселка Кепша погиб ребенок. Возбуждено уголовное дело. ЧП произошло в воскресенье около полудня на скальном участке старой дороги на Красную Поляну. В результате внезапного камнепада ребенок упал в 70-метровый обрыв, сбитый с ног сорвавшимся со скалы булыжником. Двое сопровождавших его взрослых, мама и тетя, не пострадали. На место выехали спасатели МЧС и Кубань спас. Спустившись при помощи альпинистского снаряжения по отвесному склону, спасатели обнаружили погибшего ребенка. Наверху они передали тело сотрудникам полиции. К слову, из-за угрозы камнепада скальный участок не является местом посещения туристов. С двух сторон он перекрыт шлагбаумами. Игнорирование запрета и привело к трагическим последствиям. Сочинцев просят не оставлять свои автомобили в районе телебашни на период ее покраски. Работы по восстановлению антикоррозийного покрытия начнутся 12 сентября. Покрашен будет участок башни на высоте от 130 до 180 метров. Здесь расположено большинство мощных радиопередающих антенн. Поэтому для обеспечения безопасности будет отключено телерадиовещание. Сигналы и приемники не будут поступать с 12 сентября по 3 октября с 9.15 до 18.00 за исключением выходных и дождливых дней. В случае, если не погода затянется, резервные дни для покраски 4 и 5 октября. В зависимости от скорости ветра возможен разлет микрочастиц краски в радиусе до 2 километров от башни. И продолжаем. Лауреатом национальной премии «Репродуктивное завтра России» стал Сочинский перинатальный центр. Диплом был вручен в рамках 10-го юбилейного общероссийского семинара. За успехи в сфере укрепления репродуктивного потенциала страны Сочинский перинатальный центр получил диплом. Лауреатом премии стал и глава Минздрава края Евгений Филиппов, который в свое время возглавлял коллектив сочинского роддома. Медучреждение, к слову, входит в пятерку самых современных перинатальных центров края. Наш город динамично развивается и растет наше население. И, слава богу, не только за счет того, что к нам приезжают за счет миграционных притоков, но и за счет того, что у нас нормальная, хорошая рождаемость. Так, позапрошлом году у нас было 7777 рожденных детей, в прошлом году 7961. Я надеюсь, что в этом году мы тоже не подкачаем. Вся наука и вся практическая деятельность здравоохранения, она как раз и направлена на то, чтобы сохранять здоровье, в первую очередь, малюсеньким нашим деточкам. А начинается оно со здоровья их родителей. Что касается семинара, то еще 10 лет назад он стартовал как инициатива, объединяющая активных и неравнодушных врачей, готовых открыто высказывать свою точку зрения. Каждый год, по словам организаторов, это новый ценный опыт профессиональное единство. Участников порядка трех тысяч из регионов России, а также зарубежные представители. Каждое новое знание – это спасенная жизнь. Каждое новое знание – это чье-то здоровье. Поэтому все это во благо жителей Краснодарского края и всей страны в целом. Губернатор ставит перед нами задачи все делать с колес. Что мы и делаем. У нас нет времени. Пропущенное время – это упущенные шансы. Поэтому и Министерство здравоохранения, и каждое лечебное учреждение, получив новые знания, их реализуют буквально на следующий день. В научной программе семинара более 600 докладов от авторитетных специалистов по наиболее острым вопросам современной медицины. Для медиков и ученых организованы школы, круглые столы, мастер-классы, тренинги. Рината Шипурина, Максим Ковригин, телекомпания «ФКТ». Обеспечение безопасности, логистика, размещение участников и гостей, оформление города – а главное – мест проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на заседании Оргкомитета по подготовке к предстоящему событию. Каким оно будет и какое наследие получит город после его завершения, узнаем из следующего материала. Порядка 20 тысяч человек, а это как российские, так и иностранные гости из 150 стран мира станут участниками фестиваля. 5 тысяч волонтеров будет задействовано в местах проведения мероприятий. Это в основном территория Олимпийского парка. Город сегодня активно готовится к этому событию. Обсуждаются вопросы обеспечения безопасности, размещения гостей. По традиции символика фестиваля появится и в интерьере курорта. Начали украшать город. Баннеры, флаги скоро повесим. Уже некоторые конструкции будут связаны, символизировать о том, что в городе Сочи будет проходить такой большой фестиваль. Соответственно, будет у нас культурная программа, будут задействованы муниципальные кинотеатры. Это, кстати, будет для всех жителей города Сочи. У нас Росконгресс привозит художника из Перу, который сделает мурал. Это такое большое граффити на многоэтажном доме в Адлерском районе. По городским улицам уже курсируют автобусы с символикой Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Пока их 15, но вскоре число машин с такими логотипами станет больше. Продолжаются работы по обустройству сквера фестивальны, что расположится рядом с парком Дендрарий. Он спроектирован по поручению главы города Анатолия Пахомова и в соответствии с просьбами местных жителей. Разобьют его на четыре зоны, одну из которых займет цветочная клумба в форме ромашки. Это логотип фестиваля. Сквер станет своего рода живым наследием городу после завершения мероприятия. А в Олимпийском парке начинаются монтажные работы на объектах проведения. Выходим на финальную стадию подготовки фестиваля с точки зрения технической подготовки. Город активно помогает нам. Мы вместе работаем на подготовке фестиваля молодежи и студентов. Город готов, я считаю, очень хорошо к фестивалю. Остались какие-то некие штрихи. С 14 по 22 октября город будет встречать участников и гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Что касается программы, то она достаточно насыщенная и обширная. Состоит из трех направлений. Причем это не только культурные мероприятия, но и богатые спортивные и дискуссионные проекты. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сегодня в Олимпийском парке поют Алсу, Дима Билан, Аня Лорак, Николай Басков и многие другие известные артисты. А вот 12 сентября грандиозный концерт звезд отечественной эстрады и конкурсантов «Новой волны» пройдет на площади Южного мола. О том же, как шла подготовка, а также о насыщенной программе и премьерах третьего в Сочи, а в целом 16 конкурса «Новая волна» рассказали его организаторы. Здравствуй, «Новая волна 2017!» Открылась «Новая волна» традиционным галоконцертом, на котором выступили ветераны шоу-бизнеса Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан, Николай Басков и 14 конкурсантов из 9 стран. Всего же в адрес оргкомитета «Новой волны» поступило более 12 тысяч заявок от молодых исполнителей. По итогам полуфиналов отобраны финалисты из Армении, Вьетнама, Казахстана, Румынии, России, Узбекистана, Украины, Швеции и Молдовы. Молдавская группа «Доредос» покорила жюри фестиваля и признана лучшей в первый день музыкальных соревнований. Россию на волне представляют победитель телепроекта «Главная сцена» Саша Санта, к слову, бывший бэк-вокалист Лаймы Вайкуле, и участник программы «Голос» Василий Урьевский. Для конкурсантов ничего не меняется. Для победы, как и прежде, им необходимо продемонстрировать беззаветную любовь к музыке, отмечают организаторы. А вот для зрителей третья для Сочи «Новая волна» готовит массу сюрпризов. Первый – это новое место проведения – Олимпийский парк курорта. Посмотрел это место, с удовольствием приняли это предложение, потому что там на мысе, в городе, все-таки все это было сажато, и были очень сложные подъезды для артистов и для публики. И здесь намного все это проще. И я уверен, по съемке и по видеоряду здесь намного будет интереснее. Там фонтаны, там объекты, там вертолетные съемки, это все станет масштабнее. Отличилась «Новая волна» и массой премьер. Олег Газманов представил на конкурсе новую песню «Крымский мост». 12 сентября в Нью-Вейв-Холл пройдет трибют Филиппа Киркорова, посвященный 50-летнему юбилею артиста. Звезды отечественной эстрады исполнят хиты короля поп-музыки, а он, в свою очередь, представит несколько премьер. Ведущим вечера выступит сам Киркоров. Все готовятся очень серьезно. Многие записывали песни. Я специально не слушал ни одну песню. Я хотел бы, чтобы как и для зрителей, так и для меня все это было сюрпризом. В свою очередь, мэр Сочи Анатолий Пахомов отметил, что благодаря «Новой волне» Сочи стал еще популярнее. И вообще здесь есть все условия для проведения таких фестивалей. За год на курорте проходит более 200 российских и международных мероприятий. Что же касается конкурса молодых исполнителей популярной музыки, то к нему Сочи готовился особенно. Площадку «Нью Вейв Холл» строили с нуля. Город взял на себя обязательство создать новую площадку. К площадке нужно было подтянуть коммуникации, электроэнергию, воду. У нас получилась такая хорошая командная работа, которая привела к хорошему результату. Уверен в том, что те, кто придет сегодня в зал, на фестиваль, это оценят. Потому что там действительно очень комфортно, красиво, удобно. Отметил глава Сочи и то, что отныне сочинская прописка у «Новой волны» постоянная. Сам же песенный праздник затронет всех. В этом году по просьбе руководства города в рамках «Новой волны» пройдут сразу две дискотеки с участием нынешних и будущих звезд. Сегодня в 22 часа в Олимпийском парке и 12 сентября на площади Южного мола. Начало в 18 часов. Вход свободный. Галина Моисеева, Инга Габешия, Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин. Телекомпания «ФКТ». В Сочи открылся 18-й международный фестиваль органной музыки. Среди его участников – музыканты из России, Германии, Абхазии и Японии. В программе 8 творческих вечеров. В день открытия свободных мест в зале практически не было. Органная музыка – это то, что бессмысленно слушать в интернете. Это то, что бессмысленно пытаться воспроизвести в какой-то иной реальности, потому что это живая вибрация. Это две с половиной тысячи труп, которые живые, которые вы можете не увидеть, но во всяком случае почувствовать. Поэтому, может быть, действительно тяга к искренности привела сюда. Открыл фестиваль солист Белгородской филармонии Тимур Халиулин. В течение фестивальных дней орган будет звучать и с вокальными выступлениями в сопровождении симфонического оркестра и струнного квартета. Все эти годы фестиваль, несмотря на разнообразие других культурных и развлекательных предложений на курорте, остается одним из наиболее популярных мероприятий. Это свой фестиваль, потому что именно Управление культуры Сочи еще в 2000 году организовал этот фестиваль. И вот уже 18 лет подряд он проходит здесь, в Сочи. И, естественно, уже есть своя публика, есть те, кто любит, умеет слушать органную музыку. Завершится фестиваль органной музыки 1 октября в зале. Органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской выступит московская органистка Людмила Голуб и солист из Сочинской филармонии. Вольники со всей России боролись за призы президента Федерации спортивной борьбы Сочи Рубена Татуляна. Четвертый всероссийский турнир по вольной борьбе подвел свои итоги. По традиции юные вольники собрали в спортивном комплексе Александра Карелина. На ковер за два дня соревнований вышло 300 борцов разных весовых категорий. И что отрадно отмечают организаторы, в этом году в спаррингах принимают участие девушки. Сам же всероссийский турнир на призы президента Федерации спортивной борьбы Сочи Рубена Татуляна считается мастерским. Отличившимся спортсменам здесь вручили заветные значки. И это главное, наверное, чтобы ребята понимали, что отсюда с этой базы национальных команд Российской Федерации стартует это все. И отрадно, что ребята здесь, в этом зале, получают мастеров спорта. И это для них главное. Болели за участников соревнований именитые спортсмены и титулованные чемпионы. Преемственность поколений и поддержка в этом виде спорта важнее наград. Всего лишь дети, как некоторые могут подумать, какой-то турнир детский, даже если он с мастерским уклоном. Но приехали пять олимпийских победителей прошлых лет. Приехали четыре чемпиона мира, чтобы вручить этим детям эти награды, поприсутствовать, посмотреть. Это говорит о том, что выше дружбы, наверное, никакой больше не может быть. Поэтому это и есть борцовская дружба. Среди почетных гостей четвертого всероссийского турнира по вольной борьбе победители олимпийских игр в Барселоне борец греко-римского стиля Нацакан Искандарян. Такой президент федерации борьбы, как Рубен Татулян, он сделает все для спорта. Он душой спортсмен, очень много делает. И я думаю, что в будущем будем встречать иностранных гостей. Среди участников и юные борцы из Сочи, которые активно принимают участие в учебно-тренировочных сборах совместно со сборной командой России. Такая совместная работа уже принесла свои результаты. Более 50 сочинских спортсменов – члены сборной Краснодарского края. 20 спортсменов – сборная Южного федерального округа. На этом же турнире наши отличились практически во всех весовых категориях. Серебро завоевали Нарек Саркисян, Джохар Исаков и Георгий Мчедлишвили. На первую же ступень пьедестала сумел взобраться сочинский спортсмен Игорь Саркисян. К слову, в этом зале воспитали 23 олимпийских чемпиона и 159 чемпионов Европы и мира. Задача юных вольников – продолжать традицию и удерживать почетное звание добытчиков золотых медалей. Галина Моисеева, Ингагабеша, Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин – телекомпания «ФКТ». Сочинский студент завоевал золотую медаль второго международного юношеского турнира по самбо на призы ОДКБ. Егор Тернов отличился в весовой категории до 70 килограмм. Накануне победителя встречали в аэропорту. Егор Тернов – член юношеской сборной команды России по самбо, а еще студент поликультурного колледжа. Турнир был приурочен к 25-летию подписания договора о коллективной безопасности и 15-летию создания ОДКБ. В соревнованиях приняло участие более 60 самбистов из шести государств – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России. В качестве почетных гостей в открытии соревнований приняли участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семеряков, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев. В финале Егор с легкостью провел болевой прием на ногу и таким образом отобрал золотую медаль у самбиста из Республики Беларусь Александра Бисан. Впереди у Егора борьба на первенстве мира по самбо, которое пройдет в октябре в Сербии. Напомню, в феврале Тернов стал победителем первенства России по самбо и до сих пор является сильнейшим самбистом среди юношей страны в своей весовой категории. По итогам турнира первое общекомандное место заняла сборная России – 7 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые медали. Второе – у Республики Беларусь. Почетное третье место заняла сборная Армении. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Продолжение следует...